Всем привет! Пару лет назад мы рассматривали умный кубик-рубик от компании Xiaomi, который назывался Geeker Super Cube. Geeker это бренд Xiaomi, который занимается головоломками. И вот теперь они наконец-то выпустили новую головоломку, которая называется Geeker Super Slide. По сути дела это умные пятнашки. При нажатии на кнопку у нас переключается задание, на экране показывается то, как нам необходимо выставить блоки. В данном устройстве есть датчики и головоломка сама понимает, когда задание выполнено. Так что посмотрим, что же из себя представляет новая головоломка от Xiaomi Geeker Super Slide. Geeker Super Slide. Предыдущая головоломка от этого бренда, кстати, называлась Geeker Super Cube. Теперь у нас Geeker Super Slide. Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас сама головоломка и какое-то приложение. Возможно, кстати, можно будет пользоваться этой головоломкой, подключая ее к телефону, но я не уверен. Давайте распакуем. Итак, внутри у нас лежит сама головоломка. Пленки. Вынимаем ее. Также у нас есть дополнительная деталь. Для этой головоломки я так подозреваю, что их можно будет использовать для того, чтобы усложнить либо упростить задание. Небольшой сертификат качества. Инструкция. Судя по всему, только на китайском языке. Ну, может быть, будет на английском. Нет. Только на китайском языке. Судя по всему, детали магнитные. Давайте посмотрим на саму головоломку. Она идет в пластике. Давайте его сразу снимем. Он аккуратно не снимается. Нет. Нужно разрезать. Значит, будем разрезать. Вот вроде бы такая красивая головоломка с одной стороны, а с другой стороны кривая наклейка. Я бы ее потом снял. Прям некрасиво. Так, здесь у нас тоже защитная пленка. Снимаем. Головоломка на самом деле очень красивая. Теперь давайте пробуем ее включить. Но здесь, скорее всего, нет батареек. Запускается головоломка, и у нас есть несколько уровней сложности. 511. Для того, чтобы переключать уровни сложности, точнее, даже не уровни сложности, а просто различные задания. Переключаем третье, четвертое, пятое и так далее. И так до 511 задания. Переключаем двумя кнопками. Вперед либо назад. На самом деле, это очень неудобно. Если я хочу решить какое-нибудь задание под номером 300, мне придется переключаться. Но здесь тоже предусмотрели для нас. Если мы остановились, например, на задании 18, мы выключаем игру. И когда запустим, у нас продолжится это же задание. У нас задание 18. То есть мы можем просто-напросто по очереди проходить задание, спокойно выключаем игру, и продолжим с того же момента, где мы остановились. Теперь как происходит сама игра. Давайте запустим первое задание. Седьмое, третье, второе, первое. А здесь будет 511, если дальше перелистнуть. 511. Первое задание. Нам необходимо... Включаем игру. Нам необходимо выставить ту схему, которая указана у нас на экране. То есть мы убираем данную деталь. Вот такая схема, теперь нам необходимо ее решить. Просто мы решаем. Когда у нас красный квадрат находится на своем месте, головоломка решена. Переходим ко второму заданию. Здесь тоже нажимаем включить. И выстраиваем ту схему, которая у нас опять уже указана. Теперь решаем уже вторую задачу. Готово. Вторая задача решена. И таким образом мы выполняем все задания. Третье у нас включается, четвертое и так далее. Также у нас есть подсказки. Запускаем игру. Выставляем схему. У нас также существуют зеленые элементы. Это просто-напросто синий элемент, который необходимо повернуть. Он у нас становится зеленым на схеме. Давайте убираем все лишние элементы. Они не лишние. Просто выставляем так, как показано на схеме. Мы выставили наше задание. Теперь мы можем решать самостоятельно. Но если мы не можем решить самостоятельно, запускаем режим подсказок. И нам показывают, что нам необходимо сделать. А я неправильно сделал. Вот так. Готово. Готово. Задание решили. По сути дела мы не решили. Мы просто следовали подсказкам. Но тем не менее. Задание выполнено. И таким образом у нас есть 511 уровней. Также есть еще один режим. Если мы зажмем букву С, и у нас должен включить режим челлендж. Так, я понял. Нужно убрать вот эту деталь отсюда. Теперь мы сможем включить режим челлендж. Мы включаем режим челлендж. И здесь уже по вашей схеме вы сами можете решать. Можете с другом соревноваться. Здесь у нас идет время. Если вы уложите за это время, вы молодец. Решили головоломку. Если не уложитесь, то, видимо, не справились. Мы справились. Ну, давайте посмотрим, что произойдет, если мы не справимся. Давайте еще раз пробуем. Здесь у нас выставляются оценки. В зависимости от того, за какое время мы уложились. Давайте попробуем сейчас не решить ее. Опять запускаем режим челлендж. Данная игра не умеет отслеживать движение каждого элемента. Она понимает только тот случай, когда у нас красный находится в определенной зоне. Так, у нас время идет. И посмотрим, что произойдет. Мы не справились с заданием. На самом деле, время дается очень мало, потому что можно выставить очень сложные задания. Тем не менее. В принципе, это все режимы, которые здесь есть. Режим челленджа, режим подсказок и просто-напросто задания. Сейчас мы с вами пробуем решать какие-нибудь сложные задания. Например, 511 пробуем решить и так далее. Но также здесь у нас есть QR-код для скачания приложения. Я уже скачал эту игру. И также стоит отметить, что у разработчика есть три приложения. Первое это SuperCube by Geeker. Если вы помните, мы уже просматривали эту программу. Здесь, кстати, новые режимки добавились. Раньше не было такого режима. Вот такого режима раньше точно не было. Тем не менее, у нас появились новые режимы. Дальше мы смотрим. Есть приложение, которое мы сейчас скачали. SuperSlide. И также у этого создателя есть еще одна игра. Если вам будет интересно, я тоже ее куплю. Это тоже логическая игра. Я так понимаю, что это наподобие шашек, либо шахмат. Но посмотрим. Если вам будет интересно, я тоже ее куплю. И данное приложение уже может подключаться к девайсу. Наше приложение сегодня не подключается к девайсу. Это просто как отдельная игра идет. Давайте запустим ее. Здесь несколько режимов. Classic, который дублирует те уровни, которые у нас есть в самой игре. Всего здесь 511. Давайте проглистаем наверх. Вот. Запускаем первый уровень. Это будет точно такой же, который у нас был изначально. Давайте проверим. Запускаем. Десятый. Второй. Первый уровень. И посмотрим на схему. Дублируется тот уровень, который у нас был в самой головоломке. Также у нас есть еще один очень интересный режим. Solver. Здесь мы можем самостоятельно выставить элементы и заставить приложение решить головоломку. Давайте выставим как-нибудь элемент рандомно. Постараюсь сделать так, чтобы она была нерешаемой. Давайте вот так сделаем. Посмотрим, сможет она решить или нет. Невозможно решить. Окей, давайте уберем какие-нибудь элементы. Вот так сделаем. И он нашел решение. При этом у нас на одно решение стало меньше. Всего изначально было 8 решений. Я один раз попробовал. Теперь пробую еще раз вместе с вами. Запускаем. И он показывает, как все это решается. На самом деле это очень интересный режим. Ну вот так решается данная задача. Все, в приложении в принципе больше чего интересного нет. Также есть solver для различного размера полей. Это что такое? Это что-то другое, кстати. А, это пятнашки классические. Все. Это уже solver для пятнашек. То есть, если вы не можете решить пятнашки, выставляете просто значение, и он вам решает пятнашки. Это нам неинтересно. Убираем сторону. С приложением. Вроде бы все. Больше здесь ничего нет. Все. Больше здесь ничего нет. Переключаем язык. Английский, китайский. Все. Совсем скоро будет Новый год. И по этому поводу крупнейший в России магазин головоломок CCC Store проводит новогоднюю распродажу, которая будет длиться до конца года. Будут скидки абсолютно на все товары в магазине. А в этом магазине вы найдете абсолютно любые кубики Рубика. От 1 на 1 до 19 на 19. От бюджетных моделей до топовых. Любая модификация этих кубиков. И все, что связано с тематикой спидкубинга. Маты, таймеры, смазки, подставки, любые запасные детали. И все, что может понадобиться настоящему спидкуберу. Также множество других интересных необычных головоломок. Это мегаминксы, пираминксы, мегаморфиксы, пираморфиксы, деревянные и металлические головоломки. И, как всегда, магазин гарантирует лучшую цену, быструю доставку. И при каждом заказе вы получаете подарок. А также рекомендую поторопиться, для того, чтобы заказы успели прийти до Нового года. В описании оставлю ссылку на магазин CTC Store и на их Инстаграм, где вы можете выиграть 500 рублей на будущие покупки. Теперь давайте порешаем различные задания в нашей головоломке. Попробуем сначала, давайте, уровень под номером 50. Перелистывать супер неудобно. 44, 48, 50. Запускаем. Выставляем ток, у нас указан на схеме. Как видите, чем сложнее уровень, тем меньше желтых элементов, потому что они самые простые, их проще всего передвигать. И больше синих и зеленых. Вот так. Попробуем решить. Если мы не справимся, у нас есть подсказки, вы помните, есть режим подсказок. Но, тем не менее, будем решать самостоятельно. Попробуем засечь время. У меня осталось еще время с прошлой головоломки, пирамиды, сброс, старт, время пошло. Итак, давайте пробуем решить. По идее, задача будет заключаться в том, что передвинуть... Так, я неправильно пошел, сразу же понимаю. Задача заключается в том, чтобы все большие элементы оставить сверху, а маленькие элементы переместить вниз. По сути дела, задача должна заключаться в этом. Я понял. Вот так мы сделаем. Пойдем с этой стороны обходить. Тупик снова. У нас вот этот элемент заблокирован. Нужно его разблокировать сначала. Я понимаю, что я сейчас выполняю огромное количество неправильных действий, но, тем не менее, головоломка совсем непростая. Я понял, что я делал неправильно. Все, готово, решили. Стоп. Потратил две с половиной минуты, но, тем не менее, головоломка решена. Я так понимаю, что следующие уровни будут не факт, что сложнее, но, тем не менее, они будут все отличаются друг от друга. Давайте попробуем головоломку под номером 100, и потом попробуем решить головоломку под номером 511. 100. Старт. Оставляем так, указанно, схеме. Вот, я понял, для чего у нас различаются цвета. Если у нас горизонтальная линия, то она показана зеленой, чтобы понимали, что это вот так лежат элементы, а не вот так. Вот для чего у нас по цветам различаются. По сути дела, это пятнашки, но совершенно другого уровня. Очень качественные, очень хорошие, магнитные, еще и электронные. Так, давайте решать эту головоломку. Будем стекать время, опять же. Запускаем время, старт, время пошло. Итак, давайте попробуем. По идее, головоломка под номером 100 не факт, что будет сложнее, чем предыдущая головоломка. Задача будет заключать в том, чтобы все большие элементы перевести наверх, маленькие элементы перевести вниз. Соответственно, давайте пробуем переводить все большие наверх. Да, я сейчас вот эти элементы через эту сторону переведу. Готово. Минута 10. На самом деле, головоломка уровня 100 не факт, что будет сложнее, потому что, в принципе, у нас головоломка 511 может оказаться легче. Но давайте посмотрим. Мне кажется, в головоломке под номером 511 будет минимальное количество желтых элементов, и к можно больше синих и зеленых. 3, 2, 1, 511. Так, посмотрим. Возможно, это будет суперсложная головоломка, возможно, нет. Скорее всего, суперсложная, потому что я уже вижу, что очень мало желтых элементов. У меня есть подозрение, что, возможно, создатели головоломки под конец уже израсходовали все свои сложные идеи, и головоломка может оказаться очень простой. Старт. Все, можем приступать к решению. Так, давайте засекать время. Старт. Время пошло. Попробуем решить. Я уже вижу, что у нас довольно ограниченное количество действий, в принципе. То есть эта задача явно будет сложнее, чем предыдущие. И снова тупик. Так, что мы имеем? Я сдвинул один элемент. Он у нас находился наверху, я его сдвинул чуть ниже. По идее, нам необходимо перенести все синие элементы наверх. То есть отделить синие элементы от желтых. То есть синие будут находиться внизу, вверху, желтый будет находиться внизу, и красный тоже будет находиться внизу. Я сейчас попытаюсь объединить вот эти два желтых. Есть. Желтый объединил. Что мы дальше можем сделать? Сгруппировал вот эти два блока, объединил желтые. Прошло почти две минуты. Красный у нас находится уже практически внизу, но ему блокируют проход вот эти две детали. И, скорее всего, для того, чтобы сдвинуть эти две детали, нам необходимо будет перегнать все детали по кругу. Давайте попробуем. Тупик. Мы уже практически возле решения, но попали в тупик. Так. Что мы можем сделать? Вот кажется, вот-вот уже решение будет. Но... Да ладно. Не может быть. Что все будет так сложно. Сейчас пробуем по-другому немножко сделать. Поменять местами. Желтые элементы с синими. Возможно, это нам поможет. Но я не уверен, что это нам поможет. Нет. Тупик. Казалось бы, вот-вот уже будет решение. Но нет, тупик. То есть у нас получается... Вот сюда нужно каким-то образом перегнать желтые. То есть нам нужно каким-то образом вот этот вот синий поменять с желтыми. Тогда мы сможем перегруппировать и сдвинуть. Нет, нет. У нас ничего не получится. Нам нужно сначала вот эти элементы поднять наверх. То есть пока мы не поднимем горизонтально наверх, у нас ничего не получится. Это однозначно, 100%. Ну, что они в любом случае будут блокировать. Соответственно, нам сейчас нужно придумать, как мы сможем поднять горизонтально наверх. А это, я так понимаю, будет совсем непростая задача. У меня выключилась одна лампа. Но, тем не менее, вроде все видно. Прошло уже 24 минуты. Я вижу, что я прям практически уже возле решения. Но при этом что-то не дает решить эту головоломку. То есть вот, мне нужно просто-напросто как-то продвинуть вот эту деталь наверх. И тогда у меня красная деталь сможет сдвинуться налево. Но что-то не дает. Я понимаю, что здесь какое-то элементарное действие необходимо выполнить. Возможно. А может быть вообще все неправильно. То есть, может быть, мне горизонтально надо поднять прям наверх. На самом верх. Но, мне кажется... Хотя, нет, мне не кажется. Скорее всего, так и нужно будет делать. Я, во-первых, растерял уже свои желтые. Они рядом были. А теперь растерялись. Плохо. Давайте их снова объединим. Ладно, хотя блоки по два объединил их. Это уже хорошо. И почти-почти-почти-почти. Есть! Наконец-то! Решил головоломку. 28 минут. 20... 28 минут на то, чтобы решить головоломку 511 уровня сложности. Ну, то есть, надо понимать, что это просто-напросто 511 задание. Но, тем не менее, в данной головоломке это самое сложное. Давайте подведем итоги. Сама по себе игра очень интересная. Она магнитная. Счет этого у вас ничего не выпадает. То есть, даже если трясти, ничего не выпадает. Все довольно крепко держится. Прям сильно трясти нужно, чтобы хотя бы один элемент выпал. То есть, данную головоломку вполне можно носить с собой. Можно играть в транспорте. Это то же самое, что играть на телефоне, по сути дела. Но при этом вы тактильно все это ощущаете. У вас здесь 511 заданий, поэтому ее хватит надолго. Поэтому мне, в принципе, она понравилась. Это что-то интересное, что-то новое. Мне нравится эта головоломка. Плюс она очень круто щелкает. Так что мне головоломка однозначно понравилась. Это что-то новое, что-то необычное, что-то интересное. Подводя итоги по головоломке Geekers SuperSlide, могу сказать, что я такие головоломки люблю. Но в формате игры для телефона. Потому что телефон всегда со мной. Я его запустил, поиграл, выключил. А здесь необходимо носить с собой это устройство. И, казалось бы, оно занимает не так много места. Оно довольно компактное. Но необходимо помнить о том, что вам еще нужно носить с собой вот такую коробочку. В этой коробочке находятся дополнительные блоки. Которые могут понадобиться для любого следующего задания. Но что вы заранее не знаете, какие блоки вам понадобятся. Если даже вы идете гулять, включаете какое-то задание. И понимаете, что тот блок, которому нужно сейчас, остался дома. И, соответственно, это задание вы решить уже не сможете. Переопечать на следующее в надежде на то, что у вас будут необходимые блоки. Либо носить с собой где-то в сумочке эти блоки. Либо в коробочке. Но, тем не менее. Если бы производители предусмотрели какую-нибудь крышечку сзади, где прятались бы ненужные блоки для данного задания, это было бы огромным плюсом. Потому что сейчас, для того, чтобы решить головоломку, мне нужно носить с собой коробку. Со всеми этими ненужными блоками. Этот, казалось бы, небольшой недостаток делать головоломку совершенно не портативной. Нам необходимо носить ее в коробочке, для того, чтобы у нас там хранились запасные блоки. И вот только в таком виде мы носим эту головоломку. А так она занимает довольно много места. Плюс, есть бесплатные приложения для телефона с теми же заданиями. Поэтому я не вижу смысла в покупке этой головоломки. Она интересная, она необычная. Но, тем не менее, физический вариант совершенно не обязательный. Интересно, конечно, перемещать все это пальцами, но можно то же самое делать на телефоне. Так что, на мой взгляд, лучше скачать приложение для телефона, чем покупать себе Geekir SuperSlide. И надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Если так, не забудьте подписаться на мой лайк-канал. Ссылка на него есть в описании. И также в описании ссылка на мой инстаграм, мой тикток и на все остальные социальные сети. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.